Сегодня хотелось бы рассказать о нашем флагманском приборе Hunter Pro 96, который по праву занимает одну из лидирующих позиций на рынке России. Что такое контрольная панель? Это устройство, с помощью которого можно построить систему сигнализации любого объекта. Это может быть гараж, это может быть квартира, это может быть дачный домик. В принципе, все, что вы захотите. При построении систем разного уровня сложности и в зависимости от задач, которые ставит перед собой пользователь, мы можем использовать данное оборудование совершенно по-разному. Это может быть один собственник, который захотел охранять свой коттедж, или свою квартиру, или дачу. А это могут быть и много собственников. Для этого существует замечательная опция разделения на 16 независимых областей, в которой мы можем определить по нескольку зон и раздать их нескольким собственникам. Например, это многоквартирный дом, как это ни странно. Контрольная панель монтируется либо у одного из собственников, либо в рамках какого-то помещения ТСЖ. А дальше тем, кто хочет охраняться, просто проводятся провода, вешаются датчики, и они все получают возможность охраняться с помощью одной контрольной панели. Чем это выгодно? Это выгодно тем, что мы размазываем, разделяем стоимость оборудования на нескольких человек. И не каждому человеку ставим по контрольной панели, а делим ее максимум на 16 независимых областей. В принципе, данная контрольная панель позволяет не только подключать к себе какие-то датчики, но и имеет так называемые выходы, позволяющие оповещать пользователя, извещать пользователя локально на объекте о каких-то нештатных ситуациях. Это может быть неисправность 220 вольт, это может быть неисправность резервного аккумулятора, который стоит непосредственно в этой контрольной панели и обеспечивает резервное питание для всего оборудования. Это может быть тревога, тревога охранная, тревога пожарная. Для обеспечения информирования собственника о том, что что-то произошло, существует два вида сигнализации. Первая – это локальная сигнализация с помощью сирены, с помощью какой-то стробовспышки, лампочки, которая будет мигать, светодиодика, которая будет гореть. А вторая – это устройство передачи информации на станцию мониторинга, на пульт централизованного наблюдения. Это все синонимы одного и того же места, куда сходится вся информация с таких объектовых приборов, где сидят дежурные операторы круглосуточно и откуда приезжают на помощь группы быстрого реагирования. Необходимо отметить, что мы используем все существующие на данный момент каналы связи. Это и так называемое дальнобойное радио, это радио, требующее выделенных частот, это GSM-каналы связи, такие как голосовой канал, CSD-канал или GPRS, это телефонный дозвон и это передача по сетям Ethernet-информации на станции мониторинга. Но необходимо отметить, что на данный момент самым надежным каналом является радиоканал. После него идет канал GSM и потом проводные каналы. Проводные каналы менее эффективны, потому что они находятся в большем доступе, на них можно более спокойно воздействовать, нарушая связь между вашим объектом и центральной станцией мониторинга. Раз уж мы заговорили про каналы связи, то необходимо отметить и показать, что в нашем случае мы используем различного рода передатчики. Один из передатчиков дальнобойного радио с антенкой смонтирован сейчас в контрольной панели, в руках у меня находятся два GSM-передатчика. С помощью одного передатчика мы можем управлять контрольной панелью, то есть дистанционно делать с ней все, что мы захотим. С помощью второго передатчика мы можем надежно передавать информацию в центр мониторинга, потому что используется принцип двух SIM-карт, что существенно улучшает надежность передачи информации. Заканчивая разговор о передающих устройствах, необходимо рассказать о модуле Net4Pro, который позволяет связывать нам контрольную панель с станцией мониторинга по сетям интернет. Также с помощью этого прибора можно осуществлять двухстороннее управление контрольной панелью, так же, как и передатчика GSM. Устройство управления. Как вы будете снимать или ставить свое оборудование с охраны или на охрану? В данном случае представлена клавиатура с жидкокристаллическим дисплеем и с кнопочками, с помощью которых можно управлять контрольной панелью и полностью программировать контрольную панель. Это очень удобно для техника. Однако, если нет необходимости постоянно перепрограммировать контрольную панель, можно использовать кодонаборничек. Обыкновенный кодонаборничек, который будет отображать состояние зон на своих кнопочках. Это достаточно просто и удобно. Устройство Touch Memory. Наиболее простое, наиболее понятное, вошедшее в нашу жизнь в домофонных системах, используется и здесь. Здесь обыкновенный ключик Touch Memory, который ставит вашу квартиру или дачу на охрану, или снимает ее с охраны. В нашем случае используется устройство постановки либо персональный, либо разделен на 16 собственников. Расширители. Есть такой класс устройств, которые позволяют обеспечить контрольной панелем ее максимальную емкость. В данном случае мы можем использовать как внешний расширитель, так и внутренний. Очень компактный, который позволяет нам закрывать практически все средние объекты, офисы или квартиры, при построении системы охраны. Можем использовать беспроводные расширители, которые позволяют нам организовать беспроводную охрану. Естественно, кто-то уже сделал евроремонт, кто-то забыл заложить заранее провода, поэтому это является оптимальным решением. Оно немножко дороже, чем проводное, но при этом существенно быстрее и в установке, и в эксплуатации проще. Практически все производители сейчас гарантируют трехгодичный срок эксплуатации своих датчиков, поэтому очень удобно. Пришел, повесил датчик, подключил его беспроводным способом и живешь себе спокойно. Мы используем беспроводные расширители двух фирм. Фирмы ViewSonic и фирмы Teco. Эти расширители интегрируются с нами наиболее полным образом и предоставляют максимальную информацию пользователю для полного комплекта. Необходимо также сказать о дополнительных аксессуарах. Например, у вас в вашей загородной недвижимости очень плохое напряжение питания, и оно постоянно скачет. При этом ваш резервный аккумулятор плохо заряжается. Поэтому используется устройство Форсаж, которое обеспечивает даже при напряжении питания в 127 вольт правильный и максимальный ток заряда для аккумулятора. Ваш аккумулятор всегда заряжается, и он всегда вам резервирует питание. При использовании отечественных датчиков пожарных, при построении пожарных систем, мы используем устройство ПСШ-2, которое позволяет нам организовать два пожарных шлейфа по 50 датчиков в каждом из них. Все это оборудование, которое можно использовать вместе с данной контрольной панелью, это оборудование позволяет строить нам системы в любой уровне сложности. Оно позволяет нам строить и охранять обычные квартиры, обычные гаражи, обычные офисы, средние офисы, большие офисы. Мы можем использовать от 8 зон до 96 с помощью расширителей. Мы можем передавать информацию на центральную станцию с помощью любых передатчиков, которые используются в нашей системе и по интернету, и по GSM, и по радиоканалу. Область применения данного устройства самая разнообразная. А в следующий раз мы постараемся рассказать о том, как используется данный прибор в системах централизованной охраны, как с помощью него можно передавать информацию на центральную станцию, какое место занимает данный прибор в общей структуре, в общей схеме построения и охраны.